Здравствуйте, друзья! Очень тонкий вопрос о различии духов, как их различать. Одна из сестер прихода задала мне вопрос, что такое развлечение духов и как можно на практике понять, какого духа человек. Я ответила, что это рассуждение. И, рассуждая, действует ли человек по любви или по букве закона, исключая любовь, мы можем понять, какого духа человек. И что есть люди, которые мгновенно понимают это, но чаще это монашествующие. Она не согласилась, то есть ее ответ не устроил. Ответ священника прихода ее тоже не удовлетворил. Как бы вы ответили на ее вопрос? У вас были подобные вопросы, но хотелось бы более четкого ответа, чтобы убедить сестру. Она читает много духовной литературы, вроде все верно понимает, а в этом вопросе никак истины не найдет. Честно говоря, мне сложно более конкретно ответить, чем я отвечал в те разы. Единственное, что, может быть, я сейчас соберу все в кучку, сложу и еще раз все это проговорю, озвучу. Может быть, оно как-то получится пополнее. Может быть, я там немножко скользко говорил, а сейчас постараюсь как-то все собрать воедино. Вот вы говорите о рассуждении, то есть вы ей сказали, что рассуждая, действует ли человек по любви или по букве «закон», исключая любовь, мы можем понять, какого духа человек. Но ведь мы можем ошибиться, правда же? То есть, если мы будем просто рассуждать, действует ли человек по любви или по букве «закона», и мы можем… Судьи кто? Мы. Но ведь мы же не видим. А вдруг у него какие-то мотивы, чем он там руководствуется? И нам, может быть, кажется, что он руководствуется буквой «закона», но мы не всегда верно можем это увидеть, мы можем ошибиться, правда же? Нам может показаться, а оно на самом деле вот так. Только Господь сам ведает, что там в мотивах, что на самом деле человек хотел, чем он руководствовался, какие там глубинные движения души у него были. Порой даже сам человек внятно объяснить не может, чем он руководствуется, ему, может быть, там кажется одно или другое, или третье. То есть, это сам Господь только ведает, порой даже сам человек не понимает. А уж мы, внешние наблюдатели, тем паче далеко не всегда можем правильно рассудить, поступает ли человек по букве «закона», исключая любовь, или поступает по любви. Я согласен, что во многих случаях мы довольно-таки точно можем это увидеть, поэтому этот способ исключать нельзя. Действительно, рассуждение нужно, и Вы правильно говорите, нужно рассуждать, но это для начала, потому что других инструментов нет. То есть, пока человек делает, может быть, первые шаги в вере, пока он начинающий христианин, неопытный еще, да, ему только лишь нужно рассуждать, думать, 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 и прикидывать, и сопоставлять как-то. Да, потому что у него других инструментариев нет. Но чем дольше человек живет, исповедуя веру, чем больше у него опыта, он с большим количеством ситуаций сталкивался, так или иначе проживал то, другое, третье, четвертое, пятое, десятое и т.д. То есть, у него накапливается духовный опыт. И вот, чем больше у него духовного опыта накапливается, тем больше он начинает понимать, какого Духа действительно это Божий или не Божий. Просто чисто исходя из собственного опыта. И Вы здесь правильно продолжая, что есть люди, которые мгновенно понимают это, но чаще это монашествующие. Вот это как раз Вы об этом на самом деле говорите. Потому что монашествующие – это люди, которые, имеется в виду, не вот вчера его подстригли, а сегодня он уже такие диагнозы ставит. Конечно, не об этом речь. А речь о том, что, посвятив себя монашеской жизни, целиком и полностью сосредоточившись на вопросах духовных, этот человек достаточно быстро, за определенное количество лет жизни в монастыре, уже приобретает какой-то опыт. И со временем становится действительно способным достаточно быстро, особо сильно не размышляя, уже сразу почувствовать, это Божье или не Божье. Но это не только монашествующее, это Вы зря так думаете. Вот я помню, в семинарии, когда я учился, там был преподаватель, он сам священник. Он говорил нам вот о чем, что Вы окончите семинарию, примите священный сан и будете направлены служить на приходы. И может так случиться, что Вы приедете на какой-нибудь приход отдаленный, допустим, где-нибудь в селе, придете, будете там проповедовать, и бабушки, Ваши прихожанки старенькие будут на Вас глядеть с замиранием сердца снизу вверх, так вот вздыхая, Боже мой, какой у нас батюшка умный, да какой он прям вот и все, и все-то он знает, все-то он... А сами-то себя будут считать совершенно неграмотными и неправильными, кругом они не то и не так. И вообще, что с них взять, мол, что с нас типа взять, они вот так будут считать. Но при этом, обратите внимание, Вы, говорит, напичканы богословскими знаниями, у Вас много в голове будет знаний о Боге, а у этих прихожанок будет знание Бога. Они о Боге ничего не знают, они не могут такими книжными фразами красивыми, как Вы, рассказать там о евангельских событиях, о каких-то событиях церковной истории, не могут рассказать о каких-нибудь догматах и прочее, прочее. Они не могут этого всего сказать. Но где-то нутром, где-то на уровне сердца четко чувствуют, что это Божье, а это не Божье. То есть они Бога знают, но даже не понимают, что они знают. В смирении своем, считая себя никчемными людьми, они на самом деле подняты на огромную высоту. И это надо в них увидеть. И когда ты увидишь это, ты поймешь, что они ничего не знают о Боге, о Церкви. О! Но они хорошо знают Бога, хорошо знают Церковь, они лично знакомы, так можно сказать. Как вот эта гениальная фраза в фильме «Остров», когда адмирал привез свою бесноватую дочь к этому старцу, а тот ему говорит, что она не больная, не психически, бесноватая, бес в ней. А Вы, говорит, откуда знаете? Да я с ним лично знаком. С кем? С бесом с этим. Это личное знакомство на вот этом уровне. И поэтому сразу видно, это вот Божие или не Божие. Это просто. Это сразу видно. Но для этого нужно лично быть знаком. И ты тогда можешь сказать, да-да, это вот да. Или нет, что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Вроде все складно, все вроде красиво, но что-то не то. И все. Вот так вот наш народ такой. Почему он назывался? Я надеюсь, назывался до сих пор народ богоносец. Они где-то вот это вот чувствовали. Они не были, может быть, просвещены. Они не могли так складно каких-то вещей рассказывать. Но нутром чуяли, где правда, а где ложь, где святость, а где грех. Все это ощущали, все это понимали прекрасно. Лучше, чем умники всякие. Я не за то, чтобы оставаться темными. Нет. Нужно познавать и знания о нисколько не вредят знанию самого Господа. Но тем не менее, зазнаваться не нужно. И вот нам тот священник в семинаре нас предупреждал. Он говорит, не зазнавайтесь. Вы накачаны знаниями о Боге, но вы его не знаете. А вот эти старушки, они ничего о нем не знают, но с ним хорошо знакомы. Так вот, вот так они различаются. Через многие опыт, через годы молитвы, через многое общение с Богом. Вообще, в Евангелии Господь говорит, что сия же есть воля Божия, дознают Отца и Того, Кого Ты послал, то есть Иисуса Христа. То есть, дознают они Тебя, чтобы они знали Тебя. Вот это знание, это имеется в виду знакомство. Вот так правильнее выразиться. Не просто богословские знания, которые можешь получить в семинарии, а именно знакомство на личном таком уровне, чтобы они знали. И уже тогда их нельзя будет обмануть и сказать «вот там Христос» или «вот там». Нет, мы уже Его знаем. Нет, это не так. На личном уровне, на личном знакомстве. Тогда вот и развлечение духов будет. А вот просто рассуждать по каким-то приметам – это, знаете, малоэффективно. Вначале – да, потому что больше другого инструментария нет. Только рассуждая, вот Вы правильно здесь сказали, действует ли человек по любви. Как Христос говорил, «потому все узнают, что Вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». То есть вот по любви, если есть любовь, то можно действительно сказать, что да, это вот Христовы ученики. А если нет этой любви, тогда и не спрашивай тогда. Но вот что я могу сказать на этот счет. Так, еще раз пробегусь по тексту. Может, еще какая мысль упустил? Как можно на практике понять, какого духа человек? Рассуждение рассуждает, действует ли человек по любви или по букве закона, исключая любовь. Мы можем понять, какого духа человек. То есть люди, которые мгновенно понимают это, но чаще это монашествующий. Она не согласилась. Соответственно, сочинение к приходу ее тоже не удовлетворило. Хотелось бы более четкого ответа, чтобы убедить сестру. А в чем вы хотите ее убедить? Она читает много духовной литературы, вроде все верно понимает, а в этом вопрос никак истины не найдет. Ну что же, на самом деле не страшно, если она и в моем ответе истину не найдет. Это не проблема. Ничего страшного. Она ее ищет, а это важно. Это главнее всего. Ищите и обрящайте. Рано или поздно, если она будет искать эту литературу, она ее найдет. Но резюмируя, могу еще раз сказать, что это распознавание различия от Бога, не от Бога, Божие это или не Божие, духовное это или не духовное. Это распознавание приходит с большим опытом и постепенно. Помогай Господь!